МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лекарь, доктор, врач. Перед этими людьми во все века и времена преклонялись, потому что именно они облегчали людям боль и страдания, вселяли надежду на завтрашний день. Настоящим врачом можно стать не только выучив латинские термины и понятия. Важно почувствовать любовь к людям, желание служить и помогать им. Именно об этом, самом главном, преданности профессии, требующей знаний и самопожертвования, говорили начинающие, молодые специалисты и их наставники. Ветераны, отдавшие медицине всю свою жизнь на мероприятие, посвященном молодым специалистам-медикам. 48 лет – стаж работы онколога-хирурга Ивана Жука. 38 из них он оперировал в онкологическом диспансере и воспитал целую плеяду прекрасных специалистов. В хирургии в основном у нас сложился, был в свое время косяк. Вот я, Василий Антонович Чижик, Прудников, ныне покойные, Кацова Борис Дмитриевич, это были известные онкологи, в которых я учился, ну, потом вот пришла уже молодая поросль, как говорится, вот и сейчас Сергей Николаевич Сашковский заведует отделением, Алексей Савич в поликлинике, ну, другие. Иван Федорович, как никто другой, знает, как важно состояться в такой нелегкой профессии. Во-первых, знать, для чего ты врач, что это самая гуманная, в общем-то, профессия, но требующая самоотдачи. Подходить к человеку, как говорят, вот наши древние доктора говорили, если после тебя не стало пациенту легче, значит, а стало, значит, хорошо. Сочувствовать всегда. Такая профессия наша, всю жизнь отдавать чего-то своего, ради чего-то. Знали, на что идем. И те, кто всего месяц проработал в качестве специалистов, после окончания высших и средних медицинских учреждений, уже готовы служить избранному по зову сердца делу. Как принял коллектив? Очень тепло, все были рады моему приезду, помогали все, подсказывали, наставляли. Чувствую себя очень комфортно в коллективе. Все такие доброжелательные, что мне достаточно комфортно. Мне моя профессия очень нравится. Уходить из профессии я не планирую. Я всем довольна. И, в принципе, и город мне очень тоже нравится. Поэтому пока что в планах работать, остаться. И дальше посмотрим, как сложится жизнь. Молодое пополнение в учреждениях здравоохранения всегда встречает тепло и с надеждой. Это тоже традиция людей в белых халатах. В поликлинику номер один к работе приступили четыре помощника врача, одиннадцать медицинских сестер и фельдшер-лаборант. Все замечательные девочки, работоспособные. Пациентов своих досматривают. Пациенты уже их хвалят. Очень много поступает звонков с регионов. И своих докторов уже так это нахваливает население. За каждым молодым специалистом наставник закреплен. В обязательном порядке мы их учим. Стараемся научить тому, что сами знаем. Передать свой опыт. Одновременно у них чему-то учимся. Все-таки у молодежи тоже у них новые веяния. У них представления о работе совсем другие. Может быть какие-то. Может они что-то новое хотят привнести. Мы всегда стараемся им навстречу идти, их научить, у них научиться. И работать вместе. Предоставить молодым специалистам рабочее место это еще полдела. Главное создать ему комфортные условия работы и быта. Чтобы раскрылся их потенциал, и они смогли проявить свои навыки и знания. Приобрести опыт и профессионализм. С молодыми специалистами есть ряд законодательных актов, которые предполагают многочисленные выплаты молодым специалистам, которые мы осуществляем в начале их трудоустройства. Помимо этого мы помогаем решать им жилищные проблемы. Как с обеспечением жильем коммунальной собственности, то есть это общежитие. Так и предлагаем арендное жилье. Благо городские власти помогают нам в этом. И ежегодно выделяются дома с арендным жильем. И все, кто по законодательству имеет на это право, устраивают свой быт в арендном жиле. Профсоюз и администрация нацелены на то, чтобы интересоваться проблемами молодежи. Какие у них проблемы, как их решить. Первая проблема – это, конечно, с жильем, потому что молодые специалисты приходят в организации. И первое, что им надо предоставить – это жилье. В этом году 12 молодых специалистов получили арендное жилье, получили общежитие. Ежегодно здравоохранение города принимает в свои ряды около сотни молодых специалистов. На этот раз к первому месту работы в лечебно-профилактических учреждениях города и района приступили 98 врачей, фельдшеров и медицинских сестер. И уже по традиции в их честь праздник, чтобы событие это стало хорошим импульсом для начала трудовой деятельности и карьерного роста. Это значимое событие не только для них, но и для нас, потому что мы приглашаем на это мероприятие наставников, приглашаем руководителей учреждений, для того, чтобы молодые специалисты были уверены в том, что они видны, что они нам важны, и что мы готовы на всем их трудовом пути быть всегда поддержкой, опорой, и во всех, в том числе и жизненных их вопросах, помогать им находить решение. Совсем недавно собравшиеся в актом зале Центральной поликлиники молодые люди радовались окончанию вуза или колледжа, хвастались дипломами. И вот они, молодые специалисты, перед которыми открылась дорога к профессиональному и карьерному росту. Администрация Центральной поликлиники совместно с профсоюзной организацией устроили своим молодым коллегам незабываемый праздник. Традиционное посвящение в профессию молодых специалистов Пинской Центральной поликлиники в этом году приобрело новые краски и содержание. Это было яркое и запоминающееся событие для врачей, медсестер, фельдшеров, приступивших к работе на свои первые рабочие места, и ветеранов, всех тех, кто трудится во благо здоровья людей уже не один год. С приветствием и напутствием молодым специалистам обратился главный врач Пинской Центральной поликлиники Игорь Киктенко. Игорь Юрьевич отметил, что в большом коллективе здравоохранения города есть все возможности для приобретения и совершенствования профессиональных навыков, особенно подчеркнув, как важны все слагаемые успеха, в том числе и высокие человеческие качества, без которых профессия медицинского работника становится ремеслом. Постоянная готовность прийти на помощь – жизненная креда настоящего медика, требующая огромных сил, энергии, чуткости, об огромной ответственности за жизнь и здоровье людей, которые взяли на себя молодые специалисты-медики, говорил, обращаясь к ним, председатель Пинского городского объединения Организации профсоюзов Геннадий Поляковский. Особые слова Геннадий Игнатьевич адресовал наставникам и руководителям, чтобы они создавали комфортную морально-психологическую обстановку для начинающих специалистов. Важная роль отведена наставникам. Геннадий Поляковский выполнил важную миссию по поручению Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения. Вручил нагрудный знак «Лучший наставник» Ивану Федоровичу Жуку. Нагрудным знаком «Лучший наставник» награжден Жук Иван Федорович. Те, в чьих руках бесценное сокровище – здоровье человека, кто по-особому ощущает свою необходимость и значимость, гордятся своей профессией и будут служить примером для молодого поколения врачей и медсестер и навсегда останутся в душе молодыми. Молодежь с волнением слушала слова напутствия наставников врача-ординатора филиала «Женская консультация» Антонины Пескуновой и заведующего операционным отделением Пинской центральной больницы Казимира Романчука. Так как мы постоянно общаемся с пациентами, мы должны всегда говорить только добрые слова, только хорошие, чтобы от нас пациент ушел с хорошим настроением. И это, конечно, очень много помогает в лечении. В добрый путь с Богом. И дерзайте, любите свою профессию, самое главное, чтобы вы не разочаровались в этом. Любой врач должен работать, что есть мощь, что есть сил. И не бояться, не надо бояться ответственности. А не бояться ответственности можно только тогда, когда вы будете настоящим профессионалом. Громкими аплодисментами встречают участники торжества выход молодых специалистов под звуки гимна врачей. Сегодня они главные виновники торжества. И уже по заведенной традиции представителям нового поколения медиков вручается памятный знак с выгравированным посланием руководителю. Три вещи никогда не возвращаются обратно. Время, слово, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность. И клятву Гиппократа. Молодой специалист 2018 года, врач-утоларинголог Наталья Пята, зачитывает торжественную клятву, верность которой клянутся сохранить на всю жизнь все те, кто с этого момента стал полноправным членом армии медиков города над Пиной. Я, вступая в ряды молодых специалистов-медиков города Пинска, торжественно клянусь, клянусь в любое время помогать каждому пациенту, независимо от его социального происхождения, вероисповедания и национальности. Клянусь! На память об этом необыкновенном, ярком, душевном событии у каждого из тех, кто начал свою трудовую биографию, останутся подарки, которые преподнесли им руководители и профсоюзные лидеры. Это мероприятие стало замечательной запевкой начала профессионального пути сотни тех, для кого в этот день начался отсчет трудовых будней. И организаторы, администрация Центральной поликлиники и профсоюзный комитет, которые неформально подошли к приему молодого пополнения, показали, насколько серьезно относятся к тем, кому государство доверяет бесценное богатство, здоровье нации. Каждый год у нас проходят такие встречи с молодыми специалистами. Очень важно, что эти встречи проходят совместно, профсоюз и администрация. Сегодня у нас присутствовали наставники. Это очень важно для молодого специалиста, потому что какие комфортные условия мы создадим для молодого специалиста, это зависит от него, останется ли он вообще в минском здравоохранении. Для этого в коллективных договорах у нас есть социальная защита молодежи, где установлены разные надбавки до 20% молодому специалисту, где оплачиваем договор найма жилья также, где выплачиваются всякие материальные помощи. Одной большой семьей стали в этот день маститые профессионалы, врачи, имена которых с благодарностью произносят сотни пациентов, и те, кому предстоит на деле доказать свое право с честью носить белый халат. Редактор субтитров А.Семкин